МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наращивают темпы. В Самаре продолжается ремонт внутри квартальных дорог. Изменение тарифов. С 1 июля в Самарской области дорожает свет, газ и вода. Директор назначен. Более 400 будущих первоклашек ждут 1 сентября. В крутых ключах заработает школа. Чайники не пройдут. Госавтоинспекторы, принимающие экзамены по вождению, проходят переаттестацию. На Мострюковских озерах завершился молодежный форум Иволга. На торжественной церемонии закрытия объявили имена победителей. Счастливыми обладателями грантов стали 55 человек. В рамках 9 смен Иволги и российско-китайского форума «Волга-Янзы» 73 человека выиграли денежный приз в размере от 100 до 300 тысяч рублей. На закрытие Международного форума побывала Лариса Шалафаст. Заключительный день Международного форума Иволга стал для участников самым главным. Проекты, над которыми молодые люди трудились целый год, оценивает компетентное жюри. Студентка Самарского медицинского университета Елизавета Мордвинова разработала диагностический чип, который позволит сделать анализ крови за две минуты. Его смогут выполнять обычные врачи, а не квалифицированные лаборанты. И к тому же это позволит выявлять какие-либо отклонения на более ранних сроках, более ранее, раньше госпитализировать пациентов. Идей у студентов много. В этом году свои проекты предложили полторы тысячи человек. На федеральный этап вышли 380 лучших. Свои проекты на Иволге представили делегации из 26 российских регионов Китая и Франции. Все проекты, которые представлены по науке и инновациям, они в полной мере отвечают развитию приоритетов сегодня. Это материалы ведения, это двигатели строения, это IT-технологии. Ребята, они очень готовы. Доклады очень четкие, очень внятные. И ребята отвечают на вопросы. Это не просто форум, на котором ребята знакомятся друг с другом. Это абсолютно прикладная задача в масштабах государства, которую мы совместно с регионами, с научными центрами, с вузовскими центрами, с государственными, с частными предприятиями решаем на таких площадках. В торжественной церемонии закрытия приняли участие полномочный представитель президента России в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич и губернатор Самарской области Николай Меркушкин. Мы очень рады, что ребятам удается здесь реализовать свои самые смелые и амбициозные проекты. Мы рады, что можем их в этом поддержать. Ну и, конечно, мы очень рады их общению, потому что они общаются между собой, они узнают наши регионы, они знакомятся с нашими друзьями и партнерами из Китая. То есть они получают не просто возможность получить поддержку грантовую на свои проекты, они совершенно смотрят по-другому, на странному, на отношение к своей малой родине. Участие китайцев, китайской делегации для нас, конечно, исключительно важно. Для нас в этой обстановке любое международное мероприятие, которое несет созидательный дух, имеет позитивные результаты, это очень важно. И на Иволке, по-моему, это очень ярко проявляется. На торжественной церемонии закрытия объявили имена авторов лучших проектов этого года. Всего 55 человек. Возможность поехать на космодром Байконур получили 17 студентов. Еще 55 в рамках 9 смен форума и 18 в рамках российско-китайского форума «Волга-Янзы» выиграли денежный приз в размере от 100 до 300 тысяч рублей. Завершился праздник большим концертом. Свой подарок – руссконародную песню в знак дружбы участникам форума подготовила китайская делегация. Курс на ускорение берут в городской администрации. В Самаре начался ремонт внутри квартальных дорог и проездов. В работе уже треть всех запланированных объектов. Глава города темп оценил, но на достигнутом рекомендует не останавливаться. Подробнее расскажет Марина Матвейшина. Небольшое похолодание не остудило пыл дорожных рабочих. Ремонт внутриквартальных дорог задался с самого начала. Один двор уже полностью готов. По 23 адресам активно идут работы. Всего за сезон запланировали отремонтировать 64 объекта. На этой неделе по оставшимся объектам формируются бригады. На сегодня намечено оперативное совещание, где будем определяться конкретно по графику и по срокам окончательным. На этой неделе начнут менять дорожные покрытия в двух дворах. Через неделю еще в десяти. Темпы хорошие, отмечает глава города Олег Фурсов. Но нужно ускориться, чтобы успеть до осени. Нужно активно привлекать дополнительные ресурсы. С тем, чтобы пока люди в отпусках, пока город у нас не заполнен, жителями на полную, нужно эти работы все выполнить максимально. И только единичные какие-то на сентябрь переносить. Кроме того, контроль дорожных работ во дворах должны взять на себя главы районных администраций, напоминает Олег Фурсов, и требуют от них большей активности. Объезд объектов, проверка качества дорог и соблюдение сроков. Марина Матвеевшина, Григорий Плешаков, События. Чтобы не было мучительно больно за активно проведенное лето, позаботиться о безопасности нужно заранее. В Самаре поднимают тему, как соблюдаются техники безопасности на самых популярных туристических направлениях, а также в детских лагерях. Подробности в нашем сюжете. Жигулевская кругосветка, прохлада Ширяевских штолен, рассвет на горе Верблюд, а также велопробеги по Самарской улуке, полеты на дельтапланах и прогулки под парусом – самые популярные приключения среди самарцев и гостей города и области. В Самаре работают 27 клубов, которые организуют экстремальный отдых на любой вкус. Но безопасность такого досуга сейчас под вопросом. Именно эту тему поднимают на общегородском совещании в администрации. Глава города Олег Фурсов предлагает встретиться с руководителями клубов и сотрудниками МЧС. Должен быть такой хороший предметный разговор, потому что проверить за короткое время всех не удастся, безусловно. Таких сил у нас нет. Но привлечь внимание к этой теме просто необходимо. Люди сами там летают, но когда они оказывают услуги, они должны по крайней мере четко понимать о том, какие меры предосторожности, безопасности должны существовать. И должна, конечно, техника безопасности соблюдаться. Безопасность во главе угла в летних лагерях. Комиссия регулярно выезжает во все 80 муниципальных лагерей. Грубых нарушений нет, замечания уже исправлены. Также по инициативе главы города Олега Фурсова за каждым лагерем закреплен ответственный из числа руководителей департаментов и подразделений администрации. Такой подход дает позитивные результаты, подтверждает в своем докладе руководитель департамента образования. Тогда директора в тонусе, когда они знают, что в любую минуту к ним могут приехать, и уж совершенно точно обязательно в течение смены кто-то подъедет. Да, еще я собирала руководителей комбинатов питания, которые занимаются лагерным питанием, потому что это тоже вопрос безопасности. В течение двух недель обследуют городские озера, пруды, а также карьеры, заполненные водой. В жаркие дни в них купаются дети и взрослые. А это небезопасно. Там, где, возможно, дно почистят и подготовят к купанию. А где оборудовать полноценный пляж не получится, появятся таблички «Купаться запрещено». Павел Баймаков, Марина Матвейшина, Григорий Плешаков. События. У строящейся школы в Крутых Ключах появилась хозяйка. На пост директора назначена Галина Путинцева. Теперь на стройплощадке она контролирует ход работ. На территории учебного заведения длиной в 260 метров все необходимое для качественного обучения и развития творчества. По информации организаторов проекта, актер Константин Хабенский предложил, чтобы его театральная студия базировалась именно в седьмой школе. На строительной площадке побывала Марианна Мирная. Школа нового формата на этапе завершения. Сейчас активно ведутся отделочные работы. 1 сентября дети, проживающие в Крутых Ключах, уже придут на занятия. В микрорайоне много молодых семей, поэтому в школе будет 16 первых классов. Сегодня у образовательного учреждения появилась хозяйка. И сразу в бой решать насущные задачи. Первое, конечно, на этапе стройки – это сделать школу одной из лучших в плане даже оснащения, оборудования и так далее. Второе – это набрать квалифицированных педагогов. И третье, конечно, это сформировать классы. На сегодняшний день у нас 400 первоклассников подали заявление. Школа рассчитана на 1360 учеников, которые будут учиться в нескольких блоках. На 6000 квадратных метров расположены учебные помещения, два спортзала, два гимнастических, 25-метровый бассейн, столовый и актовый зал. Одно из самых необходимых мест в любой школе – это, конечно, актовый зал. Сейчас, и не скажешь, но уже в скором времени, огромное помещение 17 на 30 сможет принять 400 детей, которые смогут посмотреть не только школьный концерт, но и кино. Для этого строители предусмотрели специальную кинобудку. Все строительные материалы, которые используют на площадке, отвечают требованиям безопасности. В первую очередь пожарный. Дети – особая категория и контроль усиленный. Даже если случится пожар, ученики не пострадают, уверяют строителям. Есть, понимаете, ГОСТ, который сейчас требует особое отношение, я говорю, к пожаростойкости. У нас примененный кабель, который не горючий. У нас все материалы используют, я имею в виду про отделку, они все не горючие. У них определенный класс пожаростойкости. Общая площадь школьной территории – почти 29 тысяч квадратных метров. Кроме самого здания школы на участке разместятся учебно-опытные зоны, мини-футбольное поле, зеленые насаждения и парковка. Школа будет оборудована пандусами, подъемником и лифтом для детей с ограниченными возможностями, а также открытой спортивной площадкой для сдачи норм ГТО. Мариана Мирная, Станислав Левин, События. Школьный вайс прозвучал в минувшие выходные для 13 тысяч самарских выпускников. Шахматный бал устроили в ДК железнодорожников, учащиеся 132-й школы. Король и королевы, настоящий конь и невероятные перевоплощения из монстров в красавиц. На сцене весь вечер сами выпускники пели, танцевали и получали заслуженные награды из рук почетных гостей. «Самарский регион активно развивается, поэтому ему очень нужны молодые, талантливые, энергичные, профессиональные люди. И, конечно, вузы Самарской области ждут его лучших выпускников, выпускников 132-й школы. Они всегда очень сильно сдают физику, математику, химию, биологию. У них уже появились первые значки золотые, готов к труду и обороне. То есть они хорошо закалены физически. Такие ребята, конечно, нужны нашему родному краю». С 1 июля в области вырастет плата за коммунальные услуги. В среднем рост составит 4,8%. Почем газ и свет для народа узнавала Лариса Шалафаст. Платежи в квитанциях за коммунальные услуги увеличиваются за свет, воду, газ и отопление. Для тройки крупнейших городов области индексы роста увеличиваются. Для Самары на 6,2%, для Сызрани 5,3%, Тольятти 4,8%. Тарифы на свет и газ устанавливаются на федеральном уровне. С 1 июля стоимость газа вырастет на 4%, подорожает и электричество. В городских округах изменится тариф на 23 копейки, а для жителей сельской местности и для городских жителей, у кого установлены электрические плиты, прирост тарифа составит 16 копеек. Изменится и плата за капитальный ремонт. Утвержденная ранее сумма меняется впервые с 2014 года. Для жителей, проживающих в новоквартирных домах до пяти этажей включительно 38 копеек, 5,45. И для собственников помещения, проживающих от шести этажей выше, то есть для высоты, на 43 копейки вырастет тариф. Сельготы для населения на оплату коммунальных услуг в регионе сохраняются. На соцвыплату могут рассчитывать участники Великой Отечественной войны, многодетные семьи, ликвидаторы Чернобыльской аварии и инвалиды. В среднем сумма выплаты составляет полторы тысячи рублей. По темпу роста тарифов Самарская область на шестом месте в Приволжском федеральном округе. Больше всего плата за коммунальные услуги вырастет в Пензенской области больше, чем на 5%. Меньше всего в Удмуртии. Лариса Шлафаст, Алексей Золотенков, События. С 1 сентября сдать на права станет сложнее. Более строго с начинающих водителей будут спрашивать и теорию, и вождение. Чтобы принимать экзамен по новым правилам, государственные инспекторы проходят переаттестацию. На экзамене у экзаменаторов побывала Алина Чемерес. Трогаемся на наклонном участке. Тронуться нужно таким образом, что автомобиль не откатился, не заглох. Упражнение горка – часть обязательной программы экзамена на автодроме. Его опытный инструктор Василий Платонов выполняет с легкостью. А вот начинающим водителям преодолеть горку с первого раза удается не всегда. Оно считается достаточно сложным в связи с тем, что необходимо задействовать сразу несколько органов управления при выполнении этого упражнения. Поэтому не всем это удается. С 1 сентября сдавать на права водители будут по новому регламенту. Правила ужесточились. Теперь в теоретической части можно допустить лишь две ошибки. Причем они должны быть в разных тематических блоках. Сложнее станет сдавать и вождение. Допускалось при сдаче практического экзамена на закрытой площадке, допустим, там одна-две ошибки. То в настоящий момент, если экзаменуемый не сдает хотя бы одно испытательное упражнение, в целом экзамен считается не сданным. То есть достаточно жесткие требования. Прежде чем новые правила коснутся жителей, экзамен сдают инспекторы. 80 человек со всего региона. Теорию сдали еще в мае. Сейчас выполняют упражнения на автодроме. Здесь разная разметка для всех видов транспорта и даже мотоциклов. Те, кому не удастся подтвердить свои профессиональные качества с первого раза, через неделю смогут прийти на пересдачу. Алина Чемерес, Константин Головин, События. День молодежи в Самаре отметили с размахом. В парке Гагарина каждый мог найти себе занятие по душе. Наша съемочная группа познакомилась с ветеранами ленинского комсомола. Организации скоро исполняется 100 лет. И увидела международный футбольный матч. Пласс! 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 Отдадем вы, сэшшан! Французские фанаты футбола на стадионе в парке Гагарина. Такое удивительное зрелище увидишь не каждый день. Дело в том, что в День молодежи на футбольном поле встретились две сборные. Любительские. Самара и Парижа. Физкультурники с берегов Сены приезжали на форум Иволга. Когда узнали, что в Самаре любят футбол так же, как и во Франции, решили сыграть товарищеский матч. Спасибо Самарскому Дому молодежи, которые помогли организовать этот матч. Игра получилась интересной. Надеемся, на реванш сборной Самары сильная команда. В товарищеском матче Самара-Париж первыми забили французы. Однако уже через несколько минут местные футболисты не только отквитали пропущенный мяч, но в итоге и разгромили соперника со счетом 7-2. Победу самарцы объяснили просто. Было бы больше таких полей и, соответственно, был бы уровень футбола такой же, как во Франции, в Голландии, везде-везде. Кстати, у ребят очень неплохой уровень, хотя, я так понимаю, они больше по творческой части, нежели по футболу. Они большие молодцы, они очень хорошо поиграли. Нам игра очень понравилась. Отметили День молодежи в парке Гагарина и ветераны комсомола. Концертом таких популярных объединений, как «Самарские барды» и ГМК-62. Работала площадка «Комсомолу юность моя». Посвященная всероссийской эстафете грядущего юбилея комсомола. Советник губернатора Самарской области Борис Ардалин родом из ВЛКСМ. То время вспоминает с удовольствием. Именно тогда у него появились настоящие друзья, которые помогли пройти настоящую школу жизни. Ведь комсомол участвовал в подготовке и проведении таких грандиозных событий в СССР, как Международный фестиваль молодежи и студентов, Московской олимпиады, занималась организациями и мероприятиями местного уровня, начиная от культурных и спортивных праздников в заводских цехах, заканчивая в масштабах городов и районов. «Комсомол воспитал огромное количество людей, в том числе государственных, политических деятелей, командиров производства, тех, которые создали нашу великую страну. Ведь комсомол, он как бы был единый, но учитывал все интересы и школьной, и студенческой, и рабочей молодежи, и организации. Везде были ячейки, везде были мероприятия». Современная самарская молодежь – тоже активная местная общественная организация, регулярно проводит концерты, соревнования, спектакли, фестивали. Чего только стоит молодежный форум и Волга, о котором уже знают за границей. «Плечом к плечу мы движемся к тому, чтобы построить формирование молодежи в Самаре, как полноценного человека, чтобы он мог себя чувствовать уверенно, достойно, как гражданин города Самара». Для проведения всероссийского праздника, посвященного 100-летнему юбилею в ЛКСМ, создана организация «Воспитанники комсомола. Наше Отечество». В феврале в Санкт-Петербурге стартовала эстафета социально значимых дел навстречу 100-летию комсомола. «Самара» провела свой этап с размахом. Ветераны комсомола побывали на молодежном форуме Иволга, открыли студенческий сезон, работу стройотрядов, которые существуют в нашей области, кстати, уже полвека. Один из стройотрядов поедет трудиться на космодром «Восточный». Сергей Кизоркин, Артем Сулайманов. События. А теперь коротко о других темах дня. Недорогой, доступный и красивый автомобиль пообещал разработать для российского и зарубежного рынков руководство «АвтоВАЗа». Глава предприятий заверил, что намерен вернуть бренду «Ладо» былую и заслуженную славу. В планах удержание доли рынка в России, а также усиление экспортной политики. Кроме того, Николя Мор собирается инициировать расширение линейки производимых автомобилей. На реконструкцию ботанического сада в Самаре могут выделить более 400 миллионов рублей. Как сообщает сайт Самарского университета, средства на обновление сада, который является структурным подразделением ВУЗа, готовы предоставить областные власти и Министерство образования и науки России. Пока же в ботаническом саду ведется ремонт оранжереи. Дмитрий Бегун продолжает настаивать на своей невиновности. Кроме того, обвиняемый в вымогательстве блогер продолжает делать громкие заявления. Напомним, в минувшую пятницу трем подсудимым Бегуну, Умяровой и Иванцу должны были вынести приговор. Но суд постановил возобновить судебное расследование по делу в связи с новыми обстоятельствами. В Тольятти спасатели эвакуировали с обрыва женщину с двумя детьми. Семейство застряло на холме в полукилометре от Комсомольской набережной. Женщина с детьми 5 и 7 лет по дороге домой решила срезать путь через обрыв. Однако, преодолев половину расстояния, поняла, что не сможет взобраться на вершину крутого склона вместе с двумя малышами. Спуститься вниз горе-альпинисты также не смогли. Женщина вызвала спасателей. Они спустились к ней и детям на специальном снаряжении и доставили их наверх. Двухметрового сама в реке Уса под Сызранью выловили подводные охотники. Вес гигантской рыбы составил 91 килограмм. Обнаружили монстр на глубине около 11 метров. Добытые подводниками на усе особь далеко не рекордсмен. По словам подводных охотников, на усе таких больших экземпляров еще очень много. Сегодня у православных верующих начался Петров пост. В народе его прозвали Петровка-голодовка, потому что выпадает он на то время, когда прошлый урожай уже заканчивается, а новые еще не собрали. Он не строгий из рациона, исключается только животная пища. В первый день поста более 2000 самарских верующих по традиции отправились в крестный ход. Поклониться иконе Ташлинской избавительнице от бед. Паломников проводила Алина Чемерес. Отслужили молебен и двинулись в дорогу. Свой путь верующие начали ранним утром. До Ташлы около 80 километров. Идти предстоит три дня. Сегодня в обед привал в Царевщине, потом в Курумыче и Старой Бенарадке. Паломников накормят и приютят на ночь. К долгому пути верующие подготовились основательно. У меня сбоку здесь есть этот, как его, значит, каремат, то есть коврик, на котором спать, спальный мешок, ну, сменная обувь и сменная там трико, по-моему, и еще майка вот в запасе на всякий случай. Вот и все. В общем-то ничего. А, ну и от дождя еще дождевики вот есть. Воду взяли, немножечко еды от дождя. Для своей воды, для святой воды емкость. Да, емкость для воды от дождя и для купания в источнике. Одеяло на всякий случай. Вдруг будет негде переночевать. То, чтобы можно было остаться на полу и не отлежать бока. А еще? Ну, все, бутылочка для святой воды и иконка. Отправляться в крестный ход в первый день Петрова поста – традиция давняя. Самарцы идут поклониться иконе-избавительнице от бед. По легенде, еще до революции жительница села отошла, во сне явилась Божья Матерь и указала место, где зарыта икона. Там, где ее откопали, забил святой источник. Христиане верят – икона избавляет от несчастья. Бесплодные пары, детишек рожают. И всем, кто бы с чем не обращался, царица небесная никого не оставляет без внимания. Главное – идти с верой, иметь желание. К крестному ходу все время присоединяются все новые группы людей. При этом автомобилистам пришлось потесниться. Сейчас здесь, на улице, демократическое движение очень плотное. Домой паломники вернутся в четверг. Уже не пешком, поедут на автобусе. А Петров пост закончится 12 июля. Алина Чемерис, Константин Головин, События. Новости спорта в эфире. Я передаю слово Сергею Кизоркину. Спонсор программы – капли Акуметил. Покраснели глаза? Ощущение песка? Аллергия? Акуметил – здоровье и сияние ваших глаз. Здравствуйте, с вами Сергей Кизоркин. И значит, вы смотрите «Самарские новости спорта». Федерация парусного спорта «Самары» выбрала нового президента. Им стал Владимир Каткасов. В этом году в организации происходит модернизация. Увеличивается количество соревнований, привлекается молодежь к занятиям яхтингом. Планируется создать городской яхт-клуб, который должен объединить все парусное сообщество «Самары». Идея, с которой я выходил на конференцию нашей Федерации, я считаю, что это перспективная такая вещь. И ей непосредственно буду заниматься в ближайшее время. Это набережная города Самары в границах улиц Венцека и Вилоновской. Место под этот яхт-клуб есть. Поэтому заинтересовать власти буду пытаться. При советской власти яхтсменов поддерживали заводы, профсоюзы, институты. Лодки с парусами покупали они. В одном клубе было по 200 яхт. Оптимисты, кадеты, финны. А клубов в Куйбышеве было 9. Федерация насчитывала почти тысячу спортсменов. Сейчас статистика удручает. Только один клуб тренирует детей, в трех занимаются взрослые на крейсерских судах. Всем желающим яхт не хватает. За границей покупать дорого. Выход один. В Самаре нужно открывать собственные верфи. Спортом должно заниматься государство. Как я пишу в своей книге, спонсоров на всех не найдете. При городском яхт-клубе сразу же будет мастерская. Губернатор пообещал и даже дал задание. Давайте, готовьте материалы. Построим яхт-клуб олимпийского уровня. Молодые самарские яхтсмены гоняются на международных соревнованиях. За сборную России выступает 8 человек. А для начинающих и продвинутых спортсменов в этом году в акватории Волги пройдут два десятка соревнований. Самые известные регаты – это мемориалы Высоцкого, Лукачева и Мясникова. Это были новости спорта от Сергея Кизоркина. Будьте здоровы и занимайтесь физкультурой. На этом наш выпуск завершен. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова